Добрый день, в прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Ну что ж, июль на дворе, а июль во все времена, что это такое было за время? Это время, среди прочего, не только отдыха, каникул, отпусков и так далее, ну, а кто-то работает, как я, например, это еще время поступления в ВУЗы. Давно уже одним из престижных мест считается экономический факультет, сейчас немного по-другому называется, и вообще эта специальность очень важна. О том, что сейчас представляет собой частично бывший экономический факультет, самое главное, что собой представляют нынешние знания по экономике, вообще вот эта специальность, профессия, насколько она актуальна, особенно, сами понимаете, какие нынче времена, претерпевает ли она какие-то изменения из-за всех вот этих наших экономических пертурбаций, причем не только в России, а по всему миру. Об этом мы сегодня поговорим в студии. Вы, кстати, задавайте вопрос, что вы думаете об экономике, об нашей отечественной экономике, насколько она хороша, на ваш взгляд, или хромает на обе ноги. 300, 190, ждем ваших вопросов и просто вашего мнения. Тем временем хочу представить гостей нашей студии. Это наш постоянный гость, Давид Ильич Муглашвили, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета, и его коллега по ВУЗу Елена Васильева, проректор ТВГУ по общим вопросам. Добрый день. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, скажите, пожалуйста, мне вот интересно ваше мнение, насколько сейчас вообще актуально экономическое образование, я вот хорошо помню, как в 90-е полстраны, наверное, ломанулось на эконом-факт, ну как же менеджмент, тогда так было модно, популярно, как туда все бежали поступать, неважно, дано человеку не дано поступать, тем не менее все бежали. А что сейчас, Давид Ильич и уже, Елена Николаевна, что сейчас происходит, актуальны ли сейчас экономические знания? Можно я начну с общих осуждений, а Давид Ильич уже изнутри Института экономики управления к этому вопросу подойдет. Вы знаете, образование в любые времена всегда востребовано и актуально. Экономическое образование во все времена было, есть и будет востребовано и актуально. И об этом говорят, в общем-то, цифры, статистики. Статистика вещь упрямая. Вы вот совершенно справедливо, Роман, отметили, что сейчас идет приемная кампания. Напомню, что прием заявлений научной формы обучения, в том числе и в Институт экономики управления, для ребят, которые поступают по результатам ЕГЭ, заканчивается в понедельник, 25 числа июля. Поэтому те, кто еще не подал документы, в том числе и на направлении Института экономики управления, могут это сделать, включая выходные дни, через суперсервис, через личный кабинет и придя лично в приемную комиссию Тверского государственного университета. Так вот, если говорить о востребованности в цифрах, то сегодня мы должны подчеркнуть, что бюджетных мест на экономические программы не так много в университете. Но при этом количество поданных заявлений очень большое. И я хочу сказать, что есть различные конкурсы, есть бюджетный общий так называемый конкурс, есть целевая квота, есть специальная квота, есть особая квота. На все эти конкурсы достаточно серьезный конкурс. Кроме того, учитывая, что бюджетных мест немного, то и конкурс в участии на поступление на направление Института экономики управления, в том числе и по договорам об оказании платных образовательных услуг, ну, как в народе говорят, платное обучение, да, тоже очень высокое. И вот я перечислю те направления, которые сегодня открыты для абитуриентов в Тверском государственном университете, в частности, в Институте экономики и управления. Это прежде всего экономика, это менеджмент, о котором вы уже сказали, это управление персоналом, это государственное муниципальное управление. И любое время вносит коррективы, в том числе и в образовательные процессы, в частности, в экономическом образовании. Сегодня, безусловно, очень популярны программы и востребованные, которые такие синтетические, которые находятся на стыке различных наук. И сегодня у нас, мы с вами понимаем, живем не в безвоздушном пространстве, и слышим, IT-технологии востребованы очень сильно, и государства на них бюджетные места дают. И в экономике появляется новое направление подготовки. Так в этом году у нас вновь спустя какое-то время мы открыли набор на программу «Бизнес-информатика». Это что это такое? Чуть позже Давид Ильич подробнее расскажет. Это как раз то направление, которое на стыке находится нескольких научных подходов, нескольких практикоориентированных, так скажем, траекторий. И сегодня в век информационных технологий, безусловно, у Давида Ильича был, есть, остается, еще долгое время будет профиль «Бухучет». Но мы понимаем, что «Бухучет» 2022 года и «Бухучет» 2000-х годов – это абсолютно разные истории. На одном базисе, но, так скажем, подходы к овладению будущей профессией, они абсолютно новые. Поэтому экономика, она понятна, это как наука появилась давно, еще в 19 веке, но под одним словом экономика сегодня разные и другие смыслы появляются. И когда мы говорим сегодня о такой сложной ситуации, в которой находится общество, в том числе и российское общество, как раз как никогда должны быть интересы и востребовано быть направления, связанные с экономикой, чтобы понимать, а как выстроить какие-то проекты, схемы, экономические в том числе, обойдя санкции. Мы под санкциями уже достаточно давно, и, опять же, именно экономисты выстраивают модели, прогнозируют. И только благодаря вот этому грамотному подходу мы видим, что удар по российской экономике, во всяком случае для нас, для обывателей, он смягчен. Мы же все с вами в 98-й год помним, когда мы утром проснулись и поняли, что все. Понимаете? А вот сейчас… Как сказал Тарья Лиза, кризиса не будет. Деноминации. Да, во вторник все проснулись. Да, понимаете? А сейчас ведь процессы внешние, они гораздо агрессивнее по отношению к российской экономике. Но мы, как простые обыватели, мы, так скажем, потрясений таких острых, как в 90-е годы, не испытываем. Я не экономист по образованию, я говорю вот как обыватель. И поэтому я, безусловно, уверена, что грамотных экономистов, которые могут аналитически спрогнозировать, выстроить модели будущего развития экономики с учетом всех рисков, без этого сегодня точно мы дальше не будем развиваться. Поэтому экономическое образование и специалистов, которые готовят Тверской государственный университет, эти специалисты востребованы на рынке труда. И, в общем-то, за ними, в том числе, будущее нашей экономики, нашего, в общем-то, устройства общественного. Думаю, Давид Ильич уже конкретнее скажет по институту. Спасибо, Роман, спасибо, Елена Николаевна. Я хочу, Роман, вам сказать, что Елена Николаевна курирует набор студентов, абитуриентов, и она имеет огромный опыт в этой работе. И, соответственно, она, как специалист, очень тонко чувствует эти тренды. И вообще хочу к телезрителям обратиться. Правильно вы, Роман, подчеркнули, что сейчас такая пора, что родителям и абитуриентам надо принимать решение. Родителям? Родителям. Сейчас я уверен, что в лучшем случае 50 на 50 влияние на абитуриента, кто принимает решение, сам абитуриент или родитель. А в некоторых случаях, по-моему, даже этот процент выше, потому что абитуриент, по большому счету, и не знает, куда идти. У него такие розовые очки, абитуриент думает, что все возможно. Они во многом идут на красивую обертку, а на самом деле как раз родители и здесь дольше подстраховат и подчеркнут, куда ему надо идти, чтобы в жизни оказаться, чтобы под ногами была твердая почва. Родителям, извините, я вас перебью. У нас сейчас в красивой обертке выйдет реклама. Буквально несколько минут, не переключайся. Мы продолжим сегодня говорить о экономике и не только. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим об экономике не только, а в частности, насколько важно получать экономическое образование, как оно меняется вообще. А вот, кстати, Елена Николаевна, вы сказали, Давид Ильич, тоже вам вопрос, соответственно, вот вы сказали, что у вас учит бух учет. А стоит ли учить? Я неоднократно слышу такие мнения. По-моему, Греф говорил не только, что, дескать, профессия бухгалтера, это как раз одна из тех, которые в ближайшее время отомрут. Вы согласны с этим? Давайте я отвечу на этот вопрос. И я помощь позову знаменитый фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верить». Что театра не будет? Театра не будет, книги не будут, все не будут, будет только одно сплошное телевидение. Слава Богу, что это не так. И бухучету еще со времен Луки Пачоли, который является родоначальником этой замечательной нужной профессии, всегда говорили, о, это надо убрать, и вот живем в 21 веке, и пухучет нас всех переживет. А почему? Ведь, ну, говорят, напишут в программу, и они будут сами все читать. Я сейчас скажу. Во-первых, в программе тоже должны писать специалисты. Даже вы можете быть очень хорошим программистом, но программисту надо поставить задачу, что он должен делать. А задачу поставить тот, кто знает, что такое бывалтерский учет. А чем сложнее становится общество, чем сложнее становится производство, чем многообразнее становится производство, то есть сейчас даже в маленьком продукте огромное количество компонентов, огромное количество комплектующих. Всех их надо учитывать, всех их надо измерить. Перефиксирую вопрос, Давид Ильич. Хорошо, будут нужны бухгалтера, бухгалтеры кто как, но не в таком количестве. Потому что, да, будет некий главный бухгалтер, который будет давать задания программисту, но вот эти рядовые штаты бухгалтеров сократятся. Так или нет? Наверное, так. И, наверное, так и должно быть. Да, потому что действительно эти умные программы, они должны заменить. Но жизнь показывает, что они не только не сокращаются, а наоборот. Их становится все больше и больше. И, кстати говоря, если вы будете спрашивать любого представителя бизнеса, особенно руководители, они скажут, что отделы, которые росли последние 20 лет, первое, что они назовут, это количество работников именно в отделе бухгалтерского учета и в финансовой среде. Потому что очень сложно стало принимать финансовые решения. Очень сложно стало и важно стало. То есть важность поднимается и, соответственно, принимать подобные решения требует очень тщательного анализа со всех сторон. И, кстати говоря, особенно рыночные условия хозяйствования добавили дополнительные функции, которых не было раньше в советское время, когда у нас была плановая экономика. Там действительно все как бы предсказуемо, все было единообразно. А сейчас это не так, потому что сейчас жизнь дает совершенно другие, ставит другие задачи, и, соответственно, надо на них реагировать. Поэтому бухгалтерский учет это та профессия, та профессия, которая всегда обеспечит любому человеку, носителю этой профессии, очень достойный достаток в обществе и очень достойный статус. Ну, если позвольте, я могу еще и дальше продолжить. Я, раз мы об этом интересном вопросе заговорили, об институте экономики и управления Тверского государственного университета, а еще мы набираем помимо экономики, помимо менеджмента государственного муниципального управления и управления персоналом, еще набираем экономическую безопасность, наиважнейшая и очень престижная, специальная. Чего не было в Советском Риме как раз. Чего не было. Набираем, конечно же, политологию. Это политологи, это ребята, которые будут изучать все политические процессы и технологии политического управления. И, совершенно справедливо, сказала Леонид Николаевна, мы в этом году возобновили набор, после многих лет перерыва, в университете возобновили набор на направление бизнес-информатика. Я обращаюсь к нашим слушателям, что и зрителям, что бизнес-информатика это профессия на века вперед, как говорится, потому что здесь мы даем в руки выпускника этой специальности, такой инструментарий, который связан с цифровыми технологиями, информационным продуктом, который должен очень быстро принимать решения, подобрать именно те методы и тот инструментарий, который в данный момент времени нужен для того, чтобы спасти ситуацию, потому что факторы внешней среды постоянно меняются, и они меняются по своим собственным законам, и ни от кого они не зависят. Сегодня один курс доллара, завтра другой, сегодня наша валюта столько стоит, завтра по-другому, сегодня мы пользуемся авторитетом в одном регионе, и наша продукция реализуется там, завтра мы должны освоить новые рынки сбиты, и, соответственно, все это приводит к тому, что цифровые технологии незаменимы, потому что они быстры, они доступны, и они очень легки для передачи, и, соответственно, на расстоянии, соответственно, это позволяет нам, в нашем выпускнике, заложить такой капитал, который нужен любому современному производителю. В принципе, также можно сказать по любому направлению и по любому профилю, который у нас есть. Это и, как уже было сказано, это и бухгалтера, это и финансисты, это и банковские работники, это и менеджеры, это и маркетологи. Вот я о маркетологах, конечно, ну как же, нынешний бизнес без маркетинга невозможно, потому что именно маркетинг начинает любой бизнес. Когда появляется идея, эта идея и есть, маркетинговое преобразование, этой идеи предпринимательской, это и экономическая безопасность. Вокруг, посмотрите, какие нарушения в финансовой сфере. Сейчас, в принципе, человек не может чувствовать себя безопасностью с точки зрения финансов. Поэтому, это и внутри организации, это и в обществе. Смотрите, как мошенники работают, воруют деньги. Это означает, что экономическая безопасность надо уделять особое внимание, чтобы любая организация, любой человек должен быть защищен. Мы этого добьемся обязательным образом, но для этого нужны кадры, которые как раз решают все и будут решать все. И в продолжении вашего вопроса, и о чем говорил Давид Ильич, мы еще раз подчеркнем, экономика. Ведь, когда к нам приходят абитуренты, зачастую для них есть красивое слово экономика, и все говорят про экономику, и значит, туда я хочу. А на самом деле, ведь экономика очень многогранна. И вот о чем вы говорили, вызовы сегодняшнего времени. Мы же с вами понимаем, что очень многие вызовы, с которыми мы столкнулись сегодня, вот не будем бренда называть, вот уходят с российского рынка, но уходят они даже не столько потому, что там какая-то политическая история, а в том числе логистика. Это заново надо все выстраивать. А кто это сделает? Это специалисты, которые готовят Институт экономики и управления Тверского государственного университета, потому что профиль логистики тоже существуют. И сегодня, без вот этого профессионального подхода, а особенно в масштабах нашей страны, аналитический подход, еще раз подчеркну, и собственно вот именно, ведь у нас Институт экономики и управления готовит не только практиков, практиков, которые, ну как раньше бухгалтер пришел, на счет их посчитал, ну сейчас там в компьютерные программы. Нет, речь идет как раз о том, что мы должны подготовить специалистов, которые способны выстраивать некие модели и делать какой-то анализ очень серьезный, профессиональный. И только это позволит дальше как-то вот выстраивать какие-то другие координаты. И в этом смысле преподавателям Института экономики и управления, руководствам Института экономики и управления за последние 10-15 лет пришлось очень сильно изменить подходы к подготовке будущих экономистов. Потому что экономика это очень древняя, так скажем, наука и профессия, но вызовы времени заставляют быть на плаву. И в то же время она очень современная. И поэтому как раз преподаватели Института экономики и управления востребованы не только в образовательной среде, а именно как эксперты и не только преподаватели, но магистранты старших курсов. Когда вот в феврале события у нас начались, первое, кого стали призывать средства массовой информации, именно преподаватели, сотрудники. А мы не только Владимир Ильич знает. Мы его всегда призываем в качестве эксперта и коллег. А вот тогда это было чрезвычайно важно, потому что волнение в обществе нужно было профессиональной, экспертной оценкой снять. Собственно, спасибо в том числе ученым. Да, была паника, и эту панику надо было погасить, потому что не так все было плохо, как мы ожидали, и, слава богу, удалось. Американцы молюют. Да, без лишних проблем мы это все решили. Поэтому я сейчас скорее обращаюсь не к абитуриентам и родителям, что надо подумать, кем будет ребенок после того, как получит диплом. Куда пойдет, будет ли работа, без проблем ли устроиться по той профессии, по которой ребенок получил в образовании диплом. И здесь я могу стопроцентно дать гарантию, что наши ребята уже на старших курсах работают и востребовано стопроцентное. Я даже больше вам скажу, я очень много заявок не могу выполнить, даже от государственных учреждений. Наши министерства, областные, муниципальные органы, я про бизнес уже не говорю. Занятость и устройство, трудоустройство чрезвычайно важно. Тем более, что мы благодаря нашему университету, Турскому государственному университету и благодаря капиталу нашего университета мы действительно готовим в любом направлении. Я сейчас имею ввиду все 14 факультетов и институтов. Мы готовим очень хороших специалистов с очень серьезной теоретической подготовкой и очень серьезной практической подготовкой. поэтому и наши студенты, наши выпускники поэтому и так востребованы. И спасибо нашему преподавательскому составу и о них общество знает и во многом даже родители выбирают будущую профессию своих детей именно по людям. Вот там работает такой человек, я знаю, что этот человек, этот преподаватель, этот профессор плохих студентов выпускать не будет. И действительно, у нас некоторые преподаватели, это не имя и фамилия, это бренд, это настоящий бренд. Я очень рад, что у нас они есть. У нас в университете очень много таких. Я больше скажу, понимаете, у нас формируются династии. Родители, не преподаватели, а династии. Вот мама окончила факультет или папа, в то время это был экономический факультет, а сейчас я хочу, чтобы мой ребенок учился на этом факультете. Я знаю, что здесь качественное образование, я знаю, что здесь забота о студенте, и я знаю, что он потом будет трудоустроен. Поэтому, когда я как выпускница или выпускник своего факультета привел сюда ребенка, это тоже уже, знаете, некий такой знак качества и он не обсуждается уже. Вы говорили, что желающих много, вот такой дилетантский экологический вопрос, а почему тогда не расширить набор, насколько это возможно? бесплатный набор мы можем расширить. Бесплатный, в целом. Условно берете 100, 150 студентов. Условно, условно, условно. Я на декларе допрашиваю. Тысяча, там, две, неважно. Смотрите, дело в том, что все, что касается бюджетных мест, все эти бюджетные места распределяются на конкурсной основе между всеми вузами страны, учитывая показатели эффективности вуза. Мы имеем очень хорошие показатели, поэтому мы хотя бы немного, но этих мест имеем. А почему вуза не добавить? Раз специальность востребована? Назовите мне специальности, которые не востребованы. Ну, что вы прекрасно знаете, что у нас полно есть специальностей, да и факультетов, куда люди идут просто потому, что туда проще поступить, а нужен диплом. Еще раз. А по специальности они как раз очень часто и не работают. Роман, вы прекрасно понимаете, что в свете государственной политики всегда, это уже на протяжении десятилетий, определяются так называемые приоритетные направления. Вот экономика. Вот сейчас приоритетное направление для государства это медицина, оборона, безопасность, айти-специалисты. А чтобы было на какие и шиши содержать медицинную оборону, должна быть экономика хорошая. Иначе не может быть хорошей медициной, обороной и прочего без качественного управления. А теперь дальше смотрите, какая история. Вот здесь вот я бы не стала набрасываться так на государство. Я вообще военных очень люблю, медиков тоже. Нет, смотрите, мы прекрасно понимаем, что очень часто 17-летний подросток, приходя в вуз, вот о чем Давид Ильич говорил, он еще не может определиться. И он поступил там вот, где большое количество бюджетных мест, на это бюджетное место к концу, когда ему там уже 21 год, когда он способен, к сожалению, отрочество у нашей молодежи затянулось. Да, и поэтому к 21 году он понимает, это не мое, а государство в него вложило деньги, а он не пошел по профессии работать. Должно быть советское, считаю, давно тему ввести, как потом отработать деньги в Сигонске 5 лет, сколько государство тебя потратило. Я хочу сказать, что сейчас такие возможности не в таком масштабе есть, так называемое приемно-целевое обучение, которое по этому договору обязан будет заходить. Хорошо, вот вы говорите, Давид Ильич, вы, я знаю, в Америке были, ну, знаете, что называется, ситуация изнутри, там что, тоже такая тема, что в 17 лет честной отрок еще не знает, он просто вдруг непонятно для чего отучился там, условно говоря, на стоматолога или там на физика или там на экономиста, а потом вдруг он учится заново, мне кажется, там как-то немножко не так. Нет, в определенном смысле образования по всему миру они схожи, я сейчас имею в виду передовые страны, где действительно существуют определенные школы, да, тем более, что наши образования, особенно советское образование, очень котировалось. И так, понимаете, в чем дело? Я изучал, изучал и европейский опыт, изучал и американский опыт, сейчас я очень внимательно смотрю на китайский опыт, вот китайский опыт, например, во многом повторяют на 70% наш советский опыт образования. Конечно, современная интерпретация. что касается Соединенных Штатов, там, знаете, какая ситуация, там высшие учебные заведения, особенно первый уровень, который мы называем бакалавриатом, они дают общую, то есть они готовят человека, который способен обучаться. А дальше уже, особенно, когда речь идет об магистратуре и, соответственно, потом работе, любая крупная организация имеет свои учебные центры. После того, как выпускник бакалавриата пошел работать, в любой организации есть своя собственная система образования, или свои центры подготовки, или какая-нибудь другая форма, где уже доводят этого выпускника, самое главное, что у него есть знания, общее знание, доводят этого студента под свой профиль, под свой традицией. Имеется в виду, если ты экономист, то ты должен иметь представление об экономике. То есть 4 года ему дают представление? Ну, не только представление, безусловно, и знание, и все, но все равно, как бы тебя ни готовили, когда ты приходишь на производство, все равно там есть своя специфика. Это понятно, Виталий Ильич, забудьте то, чем мы изучили, мы научим заново. Но я к чему спрашивал, я к чему спрашивал, просто Елена Николаевна сказала, детская честную отрок еще не соображает, он учился на педагога, а потом понял, что он прирожденный физик и поступает на физику. Я к чему, американские юноши тоже так могут учиться? Ой, да чего экономисты, мне же историкам уже интересно. Мы же теперь вообще говорим, мы можем вообще всю жизнь учиться и только развивать, и дополнять свои компетенции, а почему нет? Работать-то когда? Ну, чтобы опять, чтобы развивать высокие технологии, нужно всю жизнь учиться. Это правильно, это правильно. Я хочу о другом, я хочу вернуться опять к истории нашей страны, даже не истории, а к сегодняшней ситуации, и хочу развивать мысль Елены Николаевны и ответить на ваш вопрос, а почему государство не дает деньги, допустим, на расширение, бюджетные места. Во-первых, у любого государства деньги ограничены, безусловно, об этом надо помнить всегда. И, соответственно, государство выбирает приоритетные направления. Но возникает вопрос, а что экономика и управление они приоритетные направления? Очень даже приоритетные. Очень даже приоритетные. Уверяю вас, что гораздо приоритетнее, чем все другое. Но здесь государство думает так. Они же изучают настроение, они знают, что туда, на экономику и управление, все равно пойдут. Платно или бесплатно, Но все равно пойдут. Поэтому даются деньги именно туда, куда, может быть, платный человек бы и не пошел. Значит, это идет такая, такого рода мотивация. Поэтому мы четко знаем, я и своему абитуриенту говорю всегда на дне открытых дверей, и родителям, и там, где я могу, всегда подтверждаю, что эти профессии, и родители знают, что эти профессии, они очень надежные. Очень надежные, очень нужные. Но опять-таки, для того, чтобы была экономика, нужна симбиоз всех других профессий. Нужны химики, технологи, инженера, физики, филологи. Все нужны. Все это, медицина, все это нужно, все это экономика. А анализ этой ситуации, правильное представление модели этих ситуаций, конечно же, это все в экономических профессиях выражается. И, соответственно, вот, кстати, вы как-то в самом начале нашей беседы вспомнили 90-е годы. В 90-х годах, помните, какой был ажиотаж и какой был престиж? Это почему? Потому что тогда очень многие потеряли работу. Экономика страны остановилась. Я имею в виду, Советский Союз распался, связи потеряны, не знали, что делать. Потом пошла вот эта приватизация государства, бывшие республики отдалились. Отрасли развалились. И, соответственно, очень многие специалисты, инженера, программисты, даже учители остались без работы. И они поняли, что если хочешь выжить, надо что-нибудь свое сделать. Прежде всего, заняться какой-либо предпринимательской деятельностью. Поэтому они поняли, что, чтобы это сделать, надо получить образование именно в этом направлении. И тогда этот престиж был очень высоким. И тогда нам удалось справиться с этой ситуацией. И эти люди, они выжили в той сложной ситуации. Они выжили этой профессией. Они приложили знания в этой профессии, выжили. И, соответственно, многие даже достигли очень высоких успехов. Поэтому я и говорю, что наши профессии, они надежнее. Надежнее во все времена. Мы говорим об экономистах, но уже в начале тоже беседы мы сказали еще такую важную специальность, как муниципальное государственное управление. Вот тоже мне интересно, насколько популярны эти специальности. И самое главное, насколько актуальны знания, которые даются по этим специальностям. Потому что, опять-таки, экономика наша все. Но условия для развития экономики должны создавать, мне кажется, грамотные государственные муниципальные управленцы. Да, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Потому что обращаю ваше внимание, что вот особенно в последнее время спрос на этих специалистов не то, что не падает, а наоборот растет. И это будет расти, эта тенденция сохранится. Потому что у нас огромное государство. И вообще, какое бы ни было бы государство, нужны люди, которые обладают специальными знаниями. Я обращу ваше внимание, внимание наших телезрителей, что управление бизнесом, управление государственными учреждениями, муниципальным управлением, это много разными вещами. Это я называю так. В первом случае, это скорее мы должны говорить об управлении прибылью, а в другой, в госучреждениях мы говорим об управлении затратами. Это разные вещи, но методы и инструментарии во многом схожи, безусловно. Но цели другие. Безусловно, нужно. Безусловно, эти знания мы им даем. И спрос на них очень-очень большой. И, соответственно, смотрите, в чем дело. Пожалуй, пожалуй, это одна из быстро развивающихся профессий, где информация очень быстро устаревает. Меняющихся, да. Конечно. Очень быстро устаревает. И даже инструментарии, даже методы, которых применяем, изменяем, быстро меняются, потому что эта наука быстро развивается. И за этим надо поспеть. Иногда даже мы на коленях это все делаем. И во многом мы иногда обращаемся именно в эти учреждения для того, чтобы оперативную информацию, самую новую информацию мы получаем от них. Как это все работает на практике. В сторону власти, в смысле? Конечно. Поэтому мы с ними очень тесные связи осуществляем работу. Леонид Николаевна, к вопросу о большой конкурсах, опять-таки, много желающих. Мы про экономисты сказали. Именно на гос и муниципальные управления. Государственное и муниципальные управления – это программа, которая всегда, вот бакаларская программа, всегда пользовалась таким серьезным спросом. Но я хочу сказать, понимаете, тут есть еще одна сторона медали. Кто-то не совсем определился, за кого-то родители определили. Но, безусловно, есть часть абитуриентов, и слава богу, что она есть, которые очень мотивированы. И я хочу сказать, много лет проработав приемные комиссии, что вот широко экономисты и юристы, вот есть такие ребята, которые придут и напишут заявление на одну программу, юриспруденция или экономика, и как ты их не убеждаешь, что ну вот давайте, мест мало, попробуем. Нет, не поступлю платно, на бюджет, буду учиться платно, но я очень мотивирован. И вот как раз государственное и муниципальное управление вот таких вот мотивированных ребят как бы притягивает достаточно. Хотя, что греха таить, есть и другие, которые приходят, выбирая это направление, говорят, я хочу быть начальником. Но такие тоже есть. Скажите, но у меня как раз немало знакомых, которые изначально не хотели работать в органах власти. Ну так получилось, и в итоге они как раз поступают, учатся. Скажите, я верно, вот я делаю вывод, что именно государственное и муниципальное управление, там процент студентов в возрасте не 17 лет, а скажем так 30, кому уже по ходу дела надо, он выше, чем других, потому что люди, нет? На бакалаврской программе там вот... Поочные, поочные формы. Заочные. А вот заочные, да. Заочные, да. Да, заочная форма действительно возраст уже... Какое-то время человек проработал, где-то понял, что ему надо дальше растереть, развиваться. Именно пригласили в органы власти, но знания нужны. Заочные, да, безусловно. Магистерские программы приходят уже более взрослые люди, да, осваивать эти программы по управленческим, так скажем, нашим направлениям. Но здесь нужно сказать, что когда вот абитуриент, если мы говорим о школьнике, да, выбирает свою будущую профессию, очень часто выбор этот помогает сделать и те люди, которые, ну, особенно в 11 классе оказались рядом. И в этом смысле вот очень... Вот про государственное муниципальное управление, кафедра, да, кафедра управления персоналом, кафедра экономические, они очень много работают со школьниками, со школьниками, с конкретными, ну, вот такими уже, что называется, состоявшимися людьми, да, которые за собой, вот им придет успешный, да, бизнесмен, ему не надо убеждать, там, или на цифрах, или на графиках показывать, что приходите сюда, у нас все будет, у вас все будет хорошо. А он просто говорит о том, что вот я окончил этот факультет, и вот я сейчас, вот то, что я сейчас. Есть, да, есть знакомые, которые начали бизнес, бизнес развивался, он потом, ну, сам мне говорит, я пошел учиться, говорю, почему, он говорит, потому что бизнес стал шире, я понимаю, мне знаний не хватает, мне нужны уже профессиональные, не какие-то свои, там, личным опытом приобретенные, а теория правильная. Конечно, и я много раз вот сталкивалась с ситуацией вот в Институте экономики управления, когда мы приходили решать какие-то крупные задачи, да, приходили люди бизнеса, чтобы обсудить с университетом, что они могут сделать, и как только мы переступали порог экономического факультета, дальше Давид Ильич, вот с распростертыми объятиями, и говорят, это мой выпускник, понимаете? И тогда, ну, не нужно спину рта доказывать, насколько важны экономисты. Вот все, особенно для молодых ребят, все через пример идет, и в этом смысле в Институте экономики управления очень много успешных выпускников в органах власти нашей региональной, муниципальной, поэтому здесь и не только, да, в бизнесе, поэтому здесь вот не нужно большой рекламы. Вы же не видите баннеры, нигде не растянуты, поступая на эконом. Ну, понятно, хороший продукт в особой рекламе не нуждается. Скажите, уже касались вопрос санкций и так далее, скажите, как-то повлияет вот то, что Запад с нами расплевался на сотрудничество в плане научной, в плане науки, взаимодействия какой-то? Есть ли какая-то переориентация, скажем так, на Восток, на то же самое Китай? Казалось бы, с кем нам дружить в плане даже экономики, госуправления Китай? Потому что успешная государство, которое динамично развивается как в плане госуправления, так и в плане экономики, все мы знаем, что такое китайская экономика. Или Китай, это все-таки, как говорят, другая вселенная, мы слишком с ними разные. Можно только одну реплику? А почему вы думаете, что эти связи только в европейскую сторону развивались, университеты научные? Ну, потому что мы сюда, с временем царя Петра, мы ученые... Расскажите о наших коллегах, работающих в Китае, например. Да, вы ошибаетесь. Безусловно, какой-то период времени, конечно, приоритетными направлениями были, ну, западные, так скажем. Ну, США, Систы, Канады и так далее. Западные, да. Ну, Европа, прежде всего, для нас Европа. Но в университете всегда эта ориентация была и на Китай, на Японию, на Восток, на Азию. И то, что касается научного знания, да, вот я филолог по образованию, но я прекрасно понимаю, и вот сейчас об этом скажу. Ну, безусловно, экономика тоже имеет свои национальные какие-то особенности, да, и здесь о каком-то... А вот, ну, физика, ну, санкции, ну, ученые, которые работают, ну, я не знаю, там, над каким-то совместным открытием, публикуют совместные материалы, они это и делают, конечно. Ну, как, конечно, я просто, извините, это вам введи, потому что, а я смотрю телевизор, и все время, что эти с нами расплывались, эти, причем... Нет, то, что касается, понимаете, какие-то проекты, которые, гранты, да, которые там деньги нам приносили, вот, ну, вот буквально на оборудование, здесь сложнее, не потому, что, может быть, даже они не хотят, а потому, что сейчас перевести это все сложно. Такая политическая конъюнктура. А то, что касается чистой, вот, фундаментальной науки, ну, безусловно, современные процессы осложняют взаимодействие, но они не разрывают эти цепочки. Дмитрий Ильич, так все-таки, может быть, нам вообще и черт с ними, с этим Западом, я говорю, есть у нас динамичные, успешно развивающиеся державы, давайте с ними дружить. Смотрите, в чем дело, я об этом всегда говорил, во-первых, мы должны дружить всегда со всеми, но в основе и основе мы должны взять то, что мы должны дружить с самим собой, мы должны любить свою страну и именно свое, все развивать свое. Я был категорически против, когда, например, мы все закупали благодаря тому, что у нас была хорошая внешнеторговая салда, свои цели отрасли перестали развивать, и вот сейчас жизнь показала, какая была большая ошибка. Вспомните, сколько мы говорили, экономисты говорили о том, что надо слезть с нефтяной игли. Вот, ну, мы это же не год, не два, мы десятилетиями говорим, начиная с 2000-х годов, мы об этом говорим. И вот сейчас мы убедились, что, оказывается, прежде всего надо развивать свою экономику. Когда у тебя развито все, тебе уже никуда идти не надо, сами к тебе придут. Но, что касается запрета в научном общении, это запрет, это невозможно. Мы все равно, даже в условиях санкции, ученые все равно будут между собой общаться, потому что иначе цивилизация перестанет существовать. Может технологии, обмен технологиями закончится, но эти научные школы, они наверняка сохранятся. Хотя, да, вот грантовая поддержка закрыта для нас. Я, например, скажу, что наш университет имела несколько международных грантов через Эразмус, в том числе и в моем институте был такой грант, который, к сожалению, закрылся. Мы сделали большую работу, но оплату, к сожалению, не получили. Но, видите ли, в чем дело, Китай немного в другом направлении осуществляет эти... Они больше дальневосточными университетами работают. Ну, я еще раз хочу сказать, что для нас это не самоцел, вот эти вещи делать. Мы делаем, прежде всего, я, например, призываю и регион, и страну, что надо свое, все свое развивать. И вот сейчас мы убеждаемся, что я рады тому, что, допустим, количество грантов, которые страна, правительство выделяет для вузов, не то, что не сократился, а наоборот увеличился. И сейчас прямо я пришел сюда в совещание, где мы рассматривали возможности получения таких грантов, чтобы мы могли таких участвовать. Но, кстати, хочу сказать, что участвовать в этих грантах, это, наверное, хорошо, но иногда это не очень-то и выгодно, потому что иногда даже, может, туда серьезно надо подумать, а стоит ли туда принимать участие. Но общение будет, это усложняет, безусловно. Я думаю, что года два будет такой момент застоя в этом плане, но потом обязательным образом найдем способы общаться, это нужно. Иначе мы, конечно, навариться в собственном соку, особенно в науке, это сложно. Преодолеем мы эти санкции, науку никак не закроешь, наука, она общая. Как такой избитый штамп есть на этой оптимистической ноте. Мы завершаем наш эфир, программа «Тема дня» подошла к концу. Мы сегодня говорили об экономике, а конкретно, а где учат этому замечательному искусству, это наш Тверской госуниверситет, так что делайте его. Спасибо большое, уважаемые гости. Ждем, ждем. Это была программа «Тема дня», до новых встреч. Всего доброго. Спасибо, спасибо, всего доброго.